без этого условия шахада свидетельство человека не действительно первое принятие тех сообщений которые пришли от аллаха и его посланника называется как ахбар то есть аллах и его послание тебе о чем-то сообщили аллах его посланник рассказали тебе в первую очередь сегодня рассказал о себе то что он субханалатали существует то что он является господом то что он всем управляет то что он описан именами и атрибутами субханалатали и во все это должен верить вот это потому что от тебя это требует условия такое кабуль принятия и поэтому первое это верить и принятие тех сообщений ахбар которые пришли от аллах его посланник и второе принятие постановления аляхкан от всевышнего аллаха и его посланника каким путем принятия сердца не то что называется алильтиза вот это очень важный момент на который многие мусульмане не знают то есть ислам барак лауфикум представляет из себя две составные али ахбар сообщение и аляхкам шариатские постановления то есть ахбар барак лауфикум либо у тебя сообщение о чем все учреждалах сообщает о самом себе либо рассказывает об ангелах либо рассказывает о тех пророках которые были до мухаммада салям либо рассказывает допустим о книгах которые были аккурат либо всевышний аллах спонтали рассказывает о том свете либо всевышний аллах спонтали рассказывает то есть о потустороннем мире мучение могиле от рай судный день и так далее то подобное во все это мы да это все называется как ахбар если до тебя дошел тот или но хабр то или иное сообщение из курана или же достоверной суммы ты должен сразу в это уверовать вот это называется как условия обувь второй же барак лауфикум это принятие ахкам ильтизам то есть принятие путем принятия это сердце если аллах говорит тебе надо молиться варки муссалят аллах говорит в ату закат вата у закат выплачиваете что закат аллахат валилля я до нас и дюльбай люди должны ради всевышнего аллаха совершать хоть аллах спонтали говорит я ее лавина ману кутиво алейку муссия мука макутиво али лавина венком ли кому те которые веровали вам предписано у раза так же как она была предписана тем кто был до вас значит мы обязаны у раза вот твое сердце должно все это принять это как называть ильтизам ты должен сердцем себя обязать да надо молиться да надо поститься да надо делать хач да надо платить закат что касается того человека который это принял сердцем но не совершает этого ученые барак лауфикум в отношении того кто не совершает молитву разногласия группа ученый говорит о том что кто принял сердцем что надо молиться но не молится он не мусульманин другие же ученые барак луфикум сказали о том что тот кто говорит что надо молиться и не молится остается мусульманин ученый единогласный в том что тот человек который сердцем не принял что он обязан молитвой не является мусульманин даже если он молится пришел какой-то человек барак луфикум и услышал приказу архимус салят выстаивайте молитву это раньше арабы бедуины целый день чабаны и пастухи пустыне им заняться нечем было поэтому целый день еще пять молитв читали мы же в наше время время технологии и так далее и тому подобное некогда мне сейчас молиться пришел месяц рамадан барак луфика он решил молиться вот ему понравилось тем более он где-то прочитал как в наше время любят некоторые мусульмане таким образом призывать сивучим аллах что медь из медики доказали в голландии или где-то в ирландии о том что те движения которые совершают мусульмане во время молитвы намного полезнее тех упражнений которые советуют йоги и так далее и тому подобное поэтому давай я буду тоже маницы и начал мать он в сердцу не убежден в том что он обязан молить ну совершает пятикратную молитву этот человек не мусульман или же всевышний аллах спантаз запретил пить вино запретил совершать прелюбодеяние запретил зарабатывать путем ростовщичества и какой-то человек барак луфикум принял это сердце и при этом пьет вино то есть он знает в сердце принял это постановление господа спонатой током что нельзя пить вино и он знает что нельзя зарабатывать на ростовщичестве он это знает что нельзя воровать это знает но при этом пьет вино занимает ростовщичеством и ворует этот человек мусульманин тот же человек который услышит приказ и говорит не это меня не касается это вот вас касается мне можно зарабатывать на ростовщичестве не мне вино можно пить нет мне воровать можно это менять вот эти положения не вас касается меня это не касается или вот там арабов воробстане как они говорят а меня это не касается и при этом не зарабатывают на ростовщичестве и никогда этого дела не собирается видел не воровал и не ворует и не собирается воровать не пил и не пьет и никогда не собирается бить этот человек не мусульман этот человек не верующий вот это смысл чего смысл условия алкабуль и поэтому тот человек который говорит ля и ля и лала и при этом не принимаете сообщение которые дошли от аллаха его посланника или жива не принимает сердцем те постановления которые пришли от аллаха его посланника этот человек не является мусульман